Меня зовут Ольга Журавлёва. В гостях у нас сегодня журналист Юрий Сопрыкин. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. У нас новость печальная. Пришла из Франции. Скончался Анатолий Гладилин. И сегодня, может быть, как раз повод сказать несколько слов о том, что это за фигура. Для меня Гладилин это скорее не фигура, а голос или имя. Потому что в тот момент, когда я впервые узнал о нём из радиопередач западных запрещенных радиоголосов в 80-е годы Гладилин уже находился в эмиграции. И выступал, как и многие писатели того поколения, на свободе. И выступал как правозащитник, заступался за людей, которых преследовал здесь советский режим. И книги его появились сильно позже. И в тот момент, когда стало всё разрешено и всё напечатано, они, можно сказать, на общем фоне возвращенной литературы, может быть, оказались не самыми заметными. Но не будем забывать, сейчас мне придётся говорить о вещах, которые я сам не застал, но про которые мы что-то понимаем. Что его роман 1956 года, хроника времён Виктора Подгурского, написанный, когда автору было 21 год, это одна из первых знаковых оттепельных книг нового молодого поколения. Уже вслед за ней были книги Аксёнова, Войновича, Битова и всех остальных. Вот эти вот звёздные мальчики, на которых одни ориентировались и которые выступали для кого-то как просто звёзды, герои, ролевые модели, а другие громили их с трибун. Вот Гладилин был одним из первых, кто появился в этом ряду. Новая молодая литература, с которой ориентированная на западные образцы, уже начитавшаяся Хемингуэя, так сказать, уже не кондовая, не соцреалистическая. С которой после смерти Сталина начался в официальной разрешённой советской литературе разворот и эстетический, и ценностный, гуманистический, какой хотите. И в общем, который привёл многих авторов впоследствии в эмиграцию. Гладилин, как известно, выступал в защиту Синявского и Даниэля, когда их отправили под суд и отправили в колонию. И в общем, с этого момента его официальная карьера оказалась прервана и привела его потом туда, куда привела, на улицы Парижа и на волны зарубежных радиостанций. Но, да, безусловно, это был один из людей, которых их текст и их литература заставили быть честными перед самими собой. И привели на этот непростой путь, путь разрыва с комфортным существованием советского писателя, путь защиты преследуемых и гонимых, путь очень непростой эмиграции. И, может быть, их судьбы, как авторов и как писателей, в карьерном смысле сложились не так замечательно, как могли бы, но по-человечески эти люди, конечно, оставались верными себе. Столетие Галича мы отмечали и вспоминали на прошлой неделе. Да, я как раз помню про комфорт, про советского автора. Да, и Галич – это самый яркий пример и самая впечатляющая модель того, как честность перед словом, честность перед собой, перед текстами, которые ты пишешь, она накладывает на тебя и какие-то жизненные обязательства. Она заставляет тебя иначе вести, она заставляет, вырывает тебя из этой зоны комфорта. Вам кажется, что талант и вот это внутреннее художественное слово, они ведут к борьбе с режимом, к защите? Они куда-то ведут. Да? Они куда-то ведут. Они делают смелее этих людей? Они заставляют их делать то, чего иначе они бы делать, наверное, не стали. Безусловно, есть множество примеров, когда люди выбирали комфорт, карьеру и близость к власти, давя в себе талант. Но люди, которые, подобно Галичу, их честность перед словом, перед тем, что они пишут, перед тем, о чем они пишут, люди, которые оставались честны в этом отношении перед собой, это их уводило куда-то, наверное, куда они сами и не предполагали, куда они сами и не хотели. Ну, как бы сказанное слово, написанное слово накладывает на тебя определенные обязательства. Ты не можешь от него отказаться, ты должен за ним идти, если ты его, конечно, не предаешь и не растаптываешь. Вот это очень важный пример того поколения успешных писателей, которые часто становились диссидентами. Часто, кстати, и не становились. Но вспоминаем мы сегодня, в первую очередь, о тех, чья судьба сложилась именно так. Так, история торжественного и такого широко отмечаемого юбилея Галича на Первом канале, вот история с концертом, с скандалом и с фильмом, она для вас история о чем? Ну, это история прежде всего о том, что есть несколько сюжетов внутри этой истории. Один из них в том, что, конечно, никакой автор и никакой художник, творец, писатель, кто угодно, он не в состоянии контролировать то, что будет происходить с его произведениями. И тем более то, что будет происходить с ними после смерти. Сколько бы мы ни говорили про авторские права или верность их наследию, буквально наследников, как в случае Галича или в случае Высоцкого, которые вполне легитимно могут распоряжаться их творчеством, все равно совершенно непонятно, как дальше это будет использовано и в какой контекст это попадет. Ну, я не знаю, понравились ли бы Цою все кавер-версии на его песни или все контексты, в которых эти песни исполняются. Мы совершенно не знаем и не можем даже предположить, насколько бы ему понравилось, что песню «Кукушка» поют в шоу «Голос» или в какой-то момент она вдруг становится таким почти что гимном русской весны, вот этого донбасского движения или каких-то настроений, которые с ним связаны. Ну, уж не говоря про фильм, который снят в лето. Уж не говоря про фильм, да, но тут уж действительно ничего не попишешь. Да, про тебя могут писать, про тебя могут снимать что угодно, и это невозможно проконтролировать никак. Да, мы совершенно не знаем, понравилось ли бы Высоцкому ежегодное отмечание его дни рождения на Первом канале, те люди, которые поют его песни или там кавер-версия, которую Лепс исполняет на Красной площади перед самым большим государственным начальством, или перед теми же самыми КГБшниками или их наследниками, от которых Высоцкому сильно портили жизнь. И в случае с Галищем ровно то же самое, просто здесь этот контраст, он совсем выпиющий. Да, это человек, который пел о тех, кто бросает людей в тюрьмы, и его песни звучат и радуют вслух тех, кто сегодня бросает людей в тюрьмы. Это Юрий Сапрыкин, журналист со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы вернемся прямо сейчас. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И снова с Вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, журналист Юрий Сапрыкин. И завершая вот эту тему Галища... Нет, я, видимо, как-то очень сильно, очень длинное получилось вступление. Я еще не готов ее завершить. Позвольте, я скажу еще пару слов. Значит, то, что Первый канал отмечает 100-летие Александра Галища, ну, тем способом, который он умеет, это скорее хорошо. Было бы хуже, если бы он эту дату никак не отмечал. Да, есть общенациональное телевидение, и фильмы, и вот такие торжественные вечера. Это означает признание человека, ну, как бы культурным героем общенационального масштаба. Галищ этого вполне заслужил. Я не смотрел ни фильм, ни концерт. И я про фильм не слышал ни одного плохого слова. Фильм Елены Якович. Все мои коллеги, к мнению которых я доверяю, все пишут и говорят о том, что, ну, это очень хорошее кино. Это очень хорошее, честное, настоящее, без всяких там компромиссов кино. То, что оно было показано на Первом канале, пусть даже в пол первого ночи, все это совершенно замечательно. А концерт, ну, вот, как других певцов у нас для вас нет. Ну, имена, которые я видел, ну, многие из них, да, выглядят странно и странно представить себе песни Галича в устах этих людей. Но мы живем в таком мире, что не нравится и не слушай. Вот одновременно с этим вышел сейчас трибьют Галича на лейбле отделения Выход, где его песни, или Выргород, извините, пожалуйста, где его песни поют разные андеграундные рок-музыканты, там, Умка и прочее. Пожалуйста, можно послушать это. А уж еще лучше. Ну, вот Галич, это один из тех людей, чьи песни лучше него никто не споет, можно даже и не пытаться. Можно послушать вот этот его бардельный голос с невероятным интонированием. Он не был, формально говоря, актером и певцом, и никем, но так вот проиграть голосом вот эти написанные им сюжеты, конечно, не в состоянии никто другой. — Скажите, а у Вас какое-то есть представление о том, как выбираются вот эти вот культурные маяки для федерального, самого главного, самого лучшего и вообще единственного в своем роде канала? Вы понимаете, что наверняка есть огромное количество имен, которые просто не могут быть упомянуты по Первому каналу, например, да? А есть вот кто-то, кто обязательно даже в концерте ко дню милиции должен прослушать? — Нет, секундочку. Про концерт в дню милиции и про то, что происходит сейчас, это все понятно. Как бы все равно Газманов победит чистым нокаутом кого угодно в Эллепс, в любом концерте, по любому поводу. — У нас есть Татя Михайлов. — Вот, кстати, странно, но он вот таким государствообразующим певцом, по-моему, не стал. — А мог. — Я не готов углубляться в исследование сравнительного достоинства Старца Михайлова и Эллепса, не так много в этом понимаю. Но вот, безусловно, есть государственные певцы, такие новые, ну, как бы наследники Кобзона. Это люди, которые поют на концертах в честь праздников разнообразных силовых структур. И как раньше был главный концерт 10 ноября к дню милиции, вот и все ждали, пока же отпоет хор Александрова и выйдут в финале Хазанов и Пугачева. А точно так же сейчас те же, ну, просто праздников и силовых структур стало больше. Тут хочешь тебе прокуратура, хочешь следственный комитет, хочешь десантники, ну, как бы кто угодно, да, у всех есть свой концерт. Вот, это главные государственные певцы. Но, что касается людей, которым исполняется 100 лет, и которые ушли из жизни, там, 20, 30, 40 лет назад, то здесь, на Первом канале, вот, могут быть показаны все. Абсолютно всем. Я вот совершенно в этом не сомневаюсь. Воспитал Свет Венечке и Рафееву. А, ничего. Я просто тому, что... Я не изучал программу Первого канала и не исключаю того, что там что-то было бы показано. Но, как бы, можно себе представить кино про Ерофеева на Первом канале? Конечно, конечно. Если бы Елена Якович или там Николай Картозия бы год назад пошли бы и сняли фильм про Ерофеева, конечно, он был бы показан на Первом канале, о чем разговор. Просто книги «Москва петушки», вы знаете, 18+, нельзя детям покупать в магазинах. Знаете, что делают дети? Они просят дяденьку из очереди купить им книжку. Дети захочут в интернет и прекрасно, без всяких возрастных ограничений, читают все, что захотят. Вот. А хотелось бы также напомнить, что впервые легально роман был напечатан в журнале Всесоюзного общества трезвости под названием «Трезвости культура» в четырех номерах в 87-м году. Вот. И это совершенно прекрасно. Бытование вообще вот этих персонажей в советской и российской культуре – это отдельная, мне кажется, тема. Кстати, вы же знаете, что режиссер… Есть фильм про Ерофеева, режиссера польского Павла Павляковского, документальный. Того самого, который получил «Оскар» за Иду, обыграв Гзя Звягинцева. И у которого сейчас будет вот большая премьера фильма с Каннского фестиваля. То есть существует очень хороший документальный фильм. Это я. Вот если нас слушают разные телевизионные продюсеры, то к следующему июля через 10 лет вы можете счистить пыль с этой пленки и ее показать. Замечательное кино. Еще про смелость, про художественные достоинства и про всякое другое. Сенцову присудили премию Европарламента имени Сахарова. А это того же явления, ну того же порядка явления, как советские диссиденты, которых признают и награждают на Западе, а на родине гнобят. Да, абсолютно. Абсолютно. И тут можно очень много найти параллелей. Ну вот представить себе, что мы начали наш разговор с воспоминаний про Радио Свобода и про точно так же, как в 80-е рассказывали про Натана Щеранского и про Мустафу Джамилева. Можно себе представить, как рассказывали бы в той же ситуации про Сенцова. Безусловно, это человек из того же ряда. Вот и с одним исключением, что Сенцов не просто правозащитник и не просто политический активист, Сенцов еще и кинорежиссер, у которого есть действительно фильм, показанный еще до всяких посадок на международных кинофестивалях. Человек, с которым знакомы многие люди в киносообществе, которого мировое киносообщество признает за своего, за коллегу, которого надо защищать. Это не просто политический активист, не просто диссидент, а к тому же человек искусства. Ну в общем да, это в каком-то смысле продолжение того же ряда. Ну для Владимира Путина он в первую очередь террорист. Ну и послушайте, опять же, как и многие из тех, кто сидел в тюрьмах в 70-80-е годы. Они тоже сидели не за политику, а по каким-то другим статьям. И понятно, что в нашем сегодняшнем информационном пространстве каждый человек может жить в той версии реальности, которая ему кажется удобной. Если ты решил, что Олег Сенцов террорист, а уж у Владимира Путина для этого возможностей больше, чем у кого-либо еще, то ты прекрасно можешь жить в этой картине мира и никакие доводы фактические или моральные или какие угодно тебя с этого не собьют. Вот. И да, мы понимаем, что тут Путин совершенно не лукавит. Для него это вот ровно так и выглядит. Ну так же, как... Так же, как и для многих других. Так же, как и для многих людей, которые там после Керченской трагедии начинали говорить, что ну вот смотрите, вот ровно это Ваш Сенцов и собирался сделать. И сделал бы, если бы он остался на свободе. Ну, в общем, это... Ну вот такая удобная версия, которая позволяет людям оправдывать то, что сейчас происходит. То, что гражданин другой страны непонятно за что сидит в Якутии и будет сидеть еще, если ничего не изменится, почти 20 лет. По поводу Керченской трагедии, опять же, есть история о том, что это все интернет виноват. О том, что не надо сравнивать с известными американскими историями. То есть мы с ними сравниваем, но говорить об этом нельзя, потому что это плохо действует. Да, и тогда получается, что интернет в этом не виноват. Потому что все американские истории, все вот эти массовые шутинги в школах начались еще до всякого интернета. До массового распространения интернета. Ну, узнали-то несчастные дети об этом только из-за интернета. Это же ведь... Да, и глобализация. Еще глобализация, сказал Владимир Владимирович. Вот от них все зло. А вы как считаете, от чего все зло-то? Может, сузить действительно свободу слова, наконец, диапазон? Это такой вопрос, на котором много думал Федор Михайлович Достоевский, например. Раз уж мы начали говорить о литературе. Вчера русский человек. Да, который тоже говорил, что надо бы сузить, во-первых. А во-вторых, задавался вопросом, откуда все зло. И в его время на глобализацию, на интернет и на... Что там еще бывает? А, рэпер Оксимирон еще виноват. Кто еще был виноват? Компьютерные игры. Компьютерные игры. Западные спецслужбы и украинская пропаганда. Вот ничто из этого во времена Федора Михайловича Достоевского не существовало. А убийство студента Нечаева, например, существовало. И роман «Бесы» написан именно об этом. И вопрос ставился ровно так же. Откуда берется зло? Оно откуда-то берется. Оно где-то зашито в человеческой природе. В поврежденной человеческой природе. Что-то с людьми иногда происходит такое, от чего они переходят на его сторону. И для этого не обязательно быть керченским подростком, а наигравшимся в компьютерные игры. Иногда это случается с вождями больших наций или лидерами больших каких-то сообществ людей. И страшных вещей они могут натворить еще больше. Мы подумаем о том, откуда берется зло. Да, я сейчас смотрю, что у меня осталось 30 секунд до новостей. И боюсь, что с ответом, откуда берется зло, за это время я не успею. Вы можете не успеть. Это Юрий Сапрыкин, журналист со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Вы не забывайте, что в сегодняшний год, журналист Юрий Сапрыкин, мы залезли в очень серьезные темы. Да, в метафизические вопросы происхождения зла и порчи человеческой природы. Но мы нашли гораздо более удобную формулировку, которую дал нам Дмитрий Киселев. Спасибо ему большое. Он попросил академиков Российской академии образования определить границы невозможного и границы допустимого. В свободе самовыражения, в свободе слова. Давайте, Юрий, попробуем понять, о чем хочет добиться Киселев. Дайте еще два слова про керченского подростка скажу. Значит, естественные реакции на любые такие вещи, что в Америке, что в России, что где угодно, это такое вполне понятное человеческое желание. Кажется, что у этого есть какая-то одна причина. Нужно ее просто правильно найти и устранить, запретить. Что эти люди наигрались в компьютерные игры в стрелялке. А до того, как появились компьютерные игры, сколько было разговоров про насилие в кино. Что нужно ограничить уровень насилия в кино. Вот этого я помню из глубокого детства, как обсуждался фильм «Пираты 20 века». Что там много дерутся и стреляют. И что же после этого будут творить наши подростки. Как бы ты убираешь какой-то один фактор или его еще нет. Но при этом оказывается, что уровень жестокости и уровень вот этого зла, который вдруг просыпается непонятно с какого перепугу в душах каких-то людей, он все равно остается тем же. А как бы даже сейчас, в последние годы, была история с псковскими подростками, которая не менее страшная, не менее жестокая и какая-то трагичная. И у них очень разные взгляды и очень разные судьбы и так далее. Но пришли они, в общем, к тому, что и те, и другие взяли в руки ружье и пошли кого-то там отстреливать или от кого-то отстреливаться. А что касается керченского подростка и попыток чего-то запретить, то ли хип-хоп, то ли компьютерные игры, то ли глобализацию. Ну вот благодаря глобализации интернету мы сейчас имеем возможность зайти в аккаунт любого человека и посмотреть, что в этом аккаунте происходит. И этот конкретный парень, несчастный парень, покой, господи, его душу, он же не был сторонником глобализма. Он был сторонником Новороссии. И если вы начинаете войну, если вы, ребята, начинаете войну, которая идет где-то на реальных полях сражения, где-то в телевизоре, где-то в интернете, где-то у людей в голове, вы никогда не можете предсказать, в кого будут стрелять руфьи на этой войне. Это никогда невозможно. И я считаю, что совершенно точно вот эти ребята погибли в каком-то смысле на той войне, которая началась весной 2014 года на юго-востоке Украины. То есть вы все-таки нашли причину. Хорошо, кстати... Не причину, а скорее историю, в контексте которой для меня это существует. Это не значит, что нужно запретить вот эту войну или надо было ее не начинать. Это сейчас уже, ну, как бы поздняк метаться. Но мы понимаем, можно себе представить, можно себе вообразить, как видел мир вот этот человек, который пошел стрелять в своих одноклассников. В его голове эта война происходила. Именно это, не какая-то другая. Послушайте, но правда, хочется понять, какой мир хотят видеть вот эти люди, которые вызывают к нравственности, к ограничениям, вообще потрясающе, по-моему, Скалькову сказал о том, что надо вообще там оружие не продавать раньше 25 лет. Подождите, а 18 лет в армию так кто же будет ходить? Если оружие до 25 изобретится? Честно говоря, я никогда не пытался купить оружие. Не знаю ни одного человека, который пытался его купить. За исключением тех сюжетов в 90-е годы, когда это можно было сделать на ближайшем вещевом рынке, если знать места. Да и сейчас это небольшая проблема для тех, кому это нужно. Ну, да. Ну, да. Но только это официально и со справкой с психодиспансером. Вот. Поэтому мы же все, ну, как бы, мы прекрасно понимаем, но продавать его с 18, с 20 или с 27, ну... Вы не видите разницы? Ну, я не вижу разницы, потому что человек, который, ну, вот поехал серьезно на этой почве и решил взять в руки автомат, при том, что, в общем, сейчас автомат купить не очень-то просто. Он, наверное, этот способ найдет тем или иным образом. Ну, да. Взрывные устройства у нас официально вроде бы не продают, но, оказывается, здесь нет... Да, и в Соединенных Штатах взрывные устройства не продают, тем не менее, вот, оказывается, есть люди, способные осуществить почтовую рассылку сразу в 20 довольно заметных адресов. Ну, в общем, да, это не потому, что там разрешена продажа бомб и их пересылка по почте. Депутат Плетнев, вы помните такую, да, которая во время чемпионата призывала женщин ограничить контакты с иностранцами, чтобы дети были все на... Теперь предложила запретить сайты знакомств. Я была бы полностью согласна ограничить доступ к сайту знакомств, и чтобы вообще интернет ограничить. Ведь все, что не гоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Ну, правда же, это решит все проблемы? Ну, хочу сказать, что, наверное, депутат Плетнев может спокойно запрещать все сайты, потому что все уже сидят в приложениях. Пока она поймет, что есть на эту тему вот что такое applications и что такое приложение, куда все это ушло, и потребует запретить их, наверное, прогресс шагнет еще куда-нибудь вперед. Это как в притче про Ахиллеса и черепаху. Вот Ахиллес в виде депутата Плетневой не догонит черепаху прогресса. Она просто, ну, как бы, не успевает понять, куда все это ушло. Ну, а как вы думаете, действительно прогресс в отдельно взятой стране нельзя в какой-то момент прищемить? Ну, вот сейчас все одновременно. И Мизулина серьезно штрафовать за насилие в компьютерных играх, и Плетнева про приложения, в смысле, про сайты знакомств. А кого надо штрафовать за насилие в компьютерных играх? И Киселев хочет вот свободу слова в какую-то рамочку ввести при помощи академии. Да, слушайте, мы же, мы же не первый день замужем, да, мы вот со всеми этими людьми, которые все это вытворяют, мы живем с ними вот в таком симбиозе уже шесть лет, да, а за эти шесть лет, ну, ну, шесть лет назад не было Тиндера, да, сейчас он есть и в дни чемпионата мира в Москве на улицах висит его наружная реклама буквально. То есть, вот то, что они пытаются запретить, оно развивается быстрее, чем они успевают сообразить, чем они узнают об этом и чем они успевают как-то развернуться. Вот. А кого надо штрафовать за насилие в компьютерных играх? Ну, я не знаю, как себе это представляет Мизулина. Персонажей компьютерных играх? Сейчас в России соцсети ни за что не отвечают, в то время как в Германии за это установлены штрафы до 50 миллионов евро. Такая необходимость, по ее мнению, назрела после трагедии в Керчи. По статистике, утверждает она, по подобным преступлениям в России и других странах все нападавшие были активными пользователями соцсети. Да, еще раз говорю, а до того, как были соцсети, все эти люди были активными смотрителями видеокассет, а до того, как появились видеокассеты, все эти люди были активными читателями там, листовок или комиксов или чего угодно. Все эти люди всегда чего-то смотрят или читают, вне зависимости от того, есть у вас соцсети, есть у вас интернет, есть у вас компьютерные игры или их не существует. Так устроен человек. Люди что-то с собой делают или куда-то идут, чтобы познакомиться с себе подобными лицами противоположного пола или того же пола. Они это делают вне зависимости от того, есть у тебя тиндер или нет. До тиндера они ходили на дискотеки или в бары или на вечера для тех, кому за 30. Более того, они туда и сейчас тоже ходят с этими же целями и прекрасно решают свои проблемы в тиндере или без. И депутат Плетнева ничего с этим не может сделать, сколько бы она не выступала. Даже если она примет 150 законов про это. Так устроен человек. Не стой на пути у высоких чувств. Как говорил Классик. Мне на самом деле вопрос... Я не вас уговариваю, я уговариваю депутату Плетневой. И в этом есть, конечно, элемент театра абсурда, потому что депутат Плетнева нас сейчас не слышит. И мои увещевания ей ни к чему не приведут. Но так устроен человек и он так был устроен последние 5 тысяч лет как минимум. А скорее всего и раньше. Другой вопрос занимает здесь... Документы до нас не дошли. Когда речь идет о вот этих вот так называемых законодателях и прочих действующих более или менее там активно чиновников и около них. Они в реальности могут каким-то образом вернуться к тому состоянию, о котором они мечтают. Когда фильмы тоже строго описаны... Вы очень правильно поставили вопрос. Они могут в реальности вернуться к тому состоянию, которому они мечтают. А мы можем вернуться к другому состоянию. Каждый человек выбирает для себя ту версию будущего, в которой он хочет оказаться в каком-то смысле. Вот Киселев говорит, что нужно ограничить границы безграничного. Вот я с ним абсолютно согласен. Да, мы можем это сделать. Мы можем выключить телевизор сегодня и не смотреть Киселева. И Киселев в вашей реальности просто перестанет быть совместе со всеми своими ограничениями границ. И наступит совершенно прекрасная жизнь в нашей с вами конкретно версии реальности. А в его версии реальности в ней будет ядерный пепел, жуть, мрак, трэш и совпадений не думаю. Но мы просто будем двигаться на параллельных поездах. Поэтому в версии Плетневой и Мизулиной конечно они могут более того, я подозреваю, что они давно уже вернулись в тот мир, в котором они хотели бы оказаться. Где нет ни сайтов знакомств, ни знакомств как таковых, ни внебрачных связей, ни геев, ничего подобного. В их жизни действительно этого нет. Им страшно, что в чьей-то жизни еще это есть. Но на самом деле они ничего с этим не могут поделать. Хорошо, но единственный человек, который что-то может со всеми нами поделать, это Владимир Владимирович Путин. А еще Трамп. И Трамп, да. Как его, Сянь Цзиньпинь? Ну, в общем, есть люди, которые с нами что-то могут поделать, безусловно. У них есть для этого соответствующие пусковые установки. Но вы все-таки рассчитываете, что они тоже не до такой степени еще в этом компьютерном мире живут в этих своих играх? Я должен сказать, история про эти ракеты средней и малой дальности, она меня пугает значительно больше, чем высказывание депутата Плетневой. Потому что про депутата этого, того и Милонова и всех остальных мы, в общем, уже знаем, что это такие люди, которые нас таким жестоким образом развлекают. Они аккумулируют на себя чью-то ненависть, чей-то страх и с этими эмоциями питаются. Но ничего, кроме каких-то пугающих слов или каких-то агрессивных выходок, они сделать не могут. А вот эти вот першинги-два и томогавки, это какая-то реальная вещь, а ведут себя мировые лидеры, тоже как пацаны, которые меряются ну как бы... Сравнительная фалометрия это называется. Да, да. Хорошо. Спасибо большое. Но главное, что мы все попадем в рай и все у нас будет на самом деле прекрасно. На этом мы заканчиваем эту программу. Спасибо большое. Вы, конечно, сразу в рай. Я не думаю, что тоже. Спасибо. Юрий Запрыкин и Ольга Журавлева. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...